Здравствуйте! В эфире программа Вести и Хакасия. События недели в студии Алексея Гончаренко в этом выпуске. Впервые в Хакасии совет по правам человека. Пожаловаться на несправедливость разных ветвей власти гостям из Москвы пришли десятки жителей Хакасии, уже почти отчаявшихся найти справедливость. Замминистра здравоохранения России проехала по больницам Хакасии и указала на недочеты в работе. О домашней олимпиаде из первых рук. Наша коллега Анна Ахпашева вернулась из Сочи, где стала свидетельницей победных выступлений наших спортсменов. Узнать себя на архивных кадрах из далекого прошлого может каждый, кто когда-то попал в кадр. Так сделал военрук Юрий Храмов и пришел в нашу студию. Эта неделя запомнится большим количеством высоких гостей. Республику посетили полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе, зам федерального министра здравоохранения и делегация президентского совета по правам человека. О двух первых гостях чуть позже означало о том, что некую надежду на торжество справедливости во многих вселил визит гостей по правам человека. Им жаловались, потому что в республиканских инстанциях этой справедливости не было. Были ли у этого, у прокурора, где мы только не были. Здесь стена, везде. Во время минувшего визита некоторые неуют испытывали обычно уверенные в себе служители Фемиды. Судебная власть, прокуратура и так называемые силовики им предстояло держать ответ за те ранее принятые ими решения, которые возмутили не только тех, кто пострадал, но и общественность. Об этом большой развернутый материал. Понедельник, зал заседаний правительства и полный аншлаг. Такого количества чиновников и общественников здесь еще не было. В Хакасию впервые приехала команда московских правозащитников. Все ваши пожелания мы готовы слушать, реагировать. Я бы хотел, чтобы мы действительно поработали так, чтобы это было всем полезно. Гости сразу обозначили, работать будут независимо. В какие именно больницы и поликлиники они поедут, власти заранее не знали. Как и не предвидели того, какой жесткой получится очная ставка руководителей правоохранительных ведомств и членов движения Доколи. В него вошли родственники тех, кто стал жертвой халатности силовиков. А таких случаев за один год в нашей небольшой республике произошло так много, что не могло остаться без внимания президентского совета. Одна из главных претензий пострадавших – явные факты насильственной смерти следователи выдавали за самоубийство или несчастный случай. В этом уверен и Геннадий Пахтаев. Его сына Дениса нашли мертвым. А когда родители забирали труп из морга, то оказались в шоке. Сын остался без глаз. Он у меня, знаете, он дома лежал замотанный. Санитар сказал, что глаз нет, не открывайте, поставьте фотографию. На кладбище откроете. Глаза изъяты на экспертизу. Но мы заключение читаем, там про глаза ничего не сказано. Именно на основе судмедэкспертизы следователи делают свой вывод. Однако члены движения Доколи сомневаются в ее качестве. В целом, в ряде дел фигурирует имя Тимура Яушева, который, кстати, проводил экспертизу и по делу Дениса Пахтаева. Тот же эксперт Яушев не заметил 11 поломанных ребер на трупе Виталия Мостовских. Вот мама сидит. Негодяй, по моему твердому убеждению, незаменимый Тимур Рафикович Яушев, не придавая значение синяками следам и курков на теле забытанной Екатерины Богатыревой, пишет причину смерти и смерть от алкоголя. Я тут же поехала на второй день в морг. У меня там мужчина, по-моему, Афанасия. Я спросила, кто вскрытие делал. Дайте мне, я хочу прочитать. Он мне говорит, там у него ничего такого нет, отравление корвалолом. А потом посидел и говорит, у него уже огнерубок вскрывал. Кажется, он взяток не берет. Я первый раз услышала, что такое можно сказать. Это был честный прямой разговор, неприятный для людей в погонах. Никто не смог ответить, почему не было реакции на жалобы пострадавших, которые ставили вопрос о сомнительных выводах судмедэкспертизы. Хотя претензии были и к прокуратуре, и к наркоконтролю, к суду, главный удар на себя принял руководитель следственного управления, который признался, его не устраивает работа его подчиненных. Мы за прошлый год уволили из состава своего управления восемь следователей. В том числе, значит, и... Какая вообще-то разница, перевели или уволили? Большая. В четверг, в последний день работы комиссии, были подведены некоторые итоги. Прежде всего, о своих решениях объявило правительство. Учитывая острейший дефицит судмедэкспертов, который может влиять на качество работы бюро, власти намерены выделить дополнительные финансы для этой службы. А вот насчет скандально известного эксперта Тимура Яушева, участники совещания заявили правозащитникам. Наказывать его не за что. Ни одна из комиссионных экспертиз, проведенных как в городе Красноярске, там и других органах, других субъектов федерации, не сказала следствию ни слова о том, что Яушев пришел заведомо к неправильным выводам. Тем не менее, все заявления членов движения «Доколи» правозащитники рассмотрят уже по возвращении домой. После этого они разработают рекомендации, которые будут поданы главе государства. Это может занять от недели до нескольких недель. Там, конечно же, найдет отражение вопрос, касающийся работы правоохранительных органов. Безусловно. Отметим, некоторые члены движения «Доколи» оказались недовольно услышанным. Люди требуют дополнительных проверок со стороны федерального руководства всех служб и даже отставки местных начальников. Но, как объяснили правозащитники, факты халатности и произвола нужно еще доказать. А президентский совет – орган совещательный, который не приказывает, а только указывает на проблему. Другие все же надеются, что приезд правозащитников встряхнет нашу правоохранительную систему и снизит произвол ее работников. Несколько часов правозащитники обсуждали и уровень здравоохранения в Хакасии. Во время посещения медучреждений правозащитники старались как можно больше общаться с людьми в очередях и рядовыми медработниками. В итоге у них оказался целый список вопросов к Минздраву, во главе которых острый дефицит узких специалистов. На всю республику есть один гастроэнтеролог, который принимает только платно. Бесплатного гастроэнтеролога нет ни в одном городе у нас в Хакасии. Почему гастроэнтерологи есть в республиканской больнице? Да, вот я про него говорю. Это единственный гастроэнтеролог, который принимает только платно. Елизавета Глинка побывала в психиатрической больнице Черногорска и возмущена. В палатах холодно так, что пациенты сидят в верхней одежде. Многие дети страдают энурезом и не исключено, что по вине условий лечения. Особенно поразил правозащитницу детский туалет. Здесь мы имеем многоэтажные конструкции, многоэтажные. Виктор Михайлович, это я к вам обращаюсь сейчас. На которые семеро детей, которые пошли пописать, получили травмы. Одному зашили голову, второй описывался, не дойдя, потому что упал. Дети не в состоянии преодолеть такой барьер. Три ступеньки и на них стоит вокзальный туалет. Если присесть ребенок, покакать не может, я считаю, гуманнее вести горшки, как в детских садах. Состояние других увиденных медучреждений членов Совета устроило. Кроме того, они поддержали решение республиканских властей открыть первый в Хакасии хоспис и поблагодарили Виктора Зимина за открытость, а также хорошую организацию совещаний и общественных приемов. В ходе итогового совещания, которое закончилось только в 9 часов вечера, удалось обсудить не только медицину, но и множество других проблем. Судя по всему, в правительстве не ожидали такой вал обращений к правозащитникам. Однако Виктор Зимин заявил, что доволен полученным опытом. Николай Александрович, спасибо за школу. Это не факультатив, это действительно школа. По окончании всех встреч советник президента Михаил Федотов показал журналистам главный итог четырехдневной поездки по Хакасии. Четыре папки с жалобами, которые мы получили за эти дни. Председатель совета пообещал, ни одно из заявлений не останется без внимания. Отметим, Хакасия стала первым регионом, где правозащитники провели такой объем встреч и совещаний. Так что рекомендации обещают быть обстоятельными и полезными. Марина Конодакова, Дмитрий Парахин, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Нам удалось пригласить на интервью одного из членов совета, обозревателя «Новой газеты» Леонида Никитинского. Именно этот журналист ввел в свое время в общественный оборот понятие «беспредел». О том, насколько высок авторитет совета и какие последствия может иметь его приезд в регион, с гостем в студии говорила Марина Конодакова. Здравствуйте, Леонид Васильевич. Добрый день. Вы у нас уже несколько дней, прошло несколько резонансных встреч. Поделитесь, пожалуйста, какие у вас впечатления от Хакасии и как у нас обстоят дела с соблюдением прав человека. Отличаемся ли мы чем-нибудь от других регионов? Если да, то в чем? Нам очень понравился ваш губернатор. Он очень живой какой-то. Он слышит. И, собственно говоря, в общем, я думаю, что он второй человек, которому мы обязаны тем, что в эти дни произошло. Первый человек – это, конечно, Михаил Афанасьев, мой коллега-журналист, который своим очень длительным трудом доказал необходимость журналистике, вот такой живой, да, журналистике гражданского общества. Проблема, которую он поднял, чрезвычайно острая, конечно, да. Это, прежде всего, права потерпевших. И вот, когда я первый раз увидел суммированный материал, который нам отсюда был представлен, ощущение страшное, что Хакасия – это вообще сплошной бандитизм, там ужас какой-то, так сказать. Когда мы приехали сюда и вот проработали уже несколько дней, я понимаю, что это совсем не так, совсем не худший в смысле преступности регион. Я думаю, что другие намного хуже. К чести земена вашего губернатора, и, может быть, не к чести многих других, да, которые предпочитают отмахиваться вот от таких вещей, их как-то замалчивать, а губернатор это воспринял, и вот то, что он собрал все правительство и силовиков, и говорит, давайте вот послушаем, что скажешь, что будет говорить Афанасьев, мне это кажется чрезвычайно важным. Это, на мой взгляд, это очень правильная политика, предотвращающая социальные взрывы и какие-то насильственные действия, что совсем не есть хорошо, да. Наша роль здесь не самая главная, но мы, как-то сказать, как люди, которые честно приехали выслушать и тех, и других. Теперь всех волнует нас, какие будут последствия вот этого диалога, этой такой некой очной ставки, которая произошла между недовольными людьми, да, которые как-то пострадали в результате действий наших силовых органов и руководителям непосредственно этих служб. А что будет с конкретными делами, тут мне сложно сказать. Я надеюсь на продолжение этого диалога, потому что вот, что я еще на этой встрече увидел, это мое, конечно, субъективное ощущение, что вот есть губернатор Зимин, есть журналист Афанасьев, который к нему пришел, а между ними как бы никакой структуры нет, да, все вот как-то варится, да. Там был уполномоченный по правам человек, который ничего не сделал для разрешения ситуации. Там была общественная палата, которая ничего не сделала для разрешения этой ситуации. Там были руководители правоохранительных органов, которые вообще подчиняются, у них другая мотивация, они подчиняются Москве. И их, в общем, силком туда притащили, это очень хорошо, потому что они предпочитают некоторых вещей не замечать, да. В общем, вот я думаю, что это и есть такой медленный и сложный процесс, не без противоречий, процесс создания структур гражданского общества. Не просто вот некое, вот так сказать, вот что-то клубится такое, вот сейчас вот в таком состоянии оно было, да, вот нечто клубится такое, да, что может и полыхнуть очень сильно, да, а может структурироваться во что-то полезное. И не случайно Зимин вспомнил, что у вас существовал раньше совет при губернаторе, ну, аналог нашему совету по правам человека при президенте, да, и сказал, что а что это мы перестарим заниматься, давайте-ка его восстановим. Вот это и будет структура, возможно, да. Как можно к вам обратиться напрямую, и вот есть ли, какой в этом есть смысл? Ну, обратиться-то можно, проблем никаких с этим нет. Другое дело, что ожидать, что это вот решит все ваши проблемы, конечно, не стоит, да, потому что я еще раз повторяю, что мы орган совещательный, и мы собственных решений никаких не принимаем, и я не уверен, что есть смысл ехать в Москву, там, так сказать, с нами встречаться. Это чаще всего не поможет, да. Ну, может быть, иногда и кому-то и поможет. А что поможет? О, что поможет, что поможет. Мы только сами себе поможем, да. А вот как помогли сами себе, я надеюсь, вот эти люди, Афанасьев, Доколи, вот это и поможет, вот это мы сами себе и поможем. А надеяться, что сейчас свалится, Бог придет и все разрулит, ну, конечно, так не произойдет. На этом мы закончим наше интервью. Спасибо вам, Леонид Васильевич, что вы пришли к нам, не отказались ответить на наши вопросы, и надеемся, что ваш приезд, приезд ваших коллег как-то изменит жизнь в республике к лучшему. Спасибо. Почти всю неделю московских правозащитников воспринимали как некую последнюю инстанцию в поисках справедливости. Однако визит закончился разочарованием. Гости сами едва не спровоцировали голодовку в знак протеста против работы самой комиссии. Дело в том, что в четверг, последний день работы Совета по правам человека, прием граждан с жалобами, начавшийся утром, в обед внезапно завершился. Без объявления. Гости просто встали и уехали на экскурсию по Хакасии. А в фойе Дома правительства еще около ста человек стояли в очереди в надежде попасть на прием. Такое наплевательское отношение было воспринято как оскорбление, и население уже жаловалось не правозащитникам, а на правозащитников. Я 17-го числа записала с десятку первых. Меня сегодня не приняли. Вчера нам отзвонили и сказали, назначено сегодня время. Мы пришли, ждем. Все, они развернулись и ушли. Я буду сидеть на упор. День, ночь, пусть только у меня кто-то... А у меня уже списки какие-то, как есть. У меня обманутся, так. В принципе, голодать для меня не проблема. Пока меня москвичи не приют. Доделывать работу москвичей пришлось местным чиновникам из управления по работе с обращениями граждан. Прием продолжался до поздней ночи. Ну и еще о высоких гостях, побывавших на этой неделе в Хакасии. В понедельник с рабочим визитом в Абакан прибыл полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. Основным на совещании в республиканском правительстве был финансовый вопрос. Из-за сложной ситуации на мировых рынках в прошлом году республика недополучила налогов от основных плательщиков на сумму свыше 2 миллиардов рублей. А налоговую базу можно увеличить, уверен глава республики. Есть ли шансы у нас, чтобы крупные налогоплательщики администрировались на территории тем органам, которые присутствуют от федерального на территории? Нет, думаю, что, конечно, возможно. Возможно. Я думаю, что это единственное правильное. В этом же все беда. Нам все равно надо, на мой взгляд, поставить некоторые обязательные условия, что, так как есть технологические параметры организации производства, что при определенных технологических параметрах налоговый учет обязательно происходит по месту технологического присутствия. Я большим уверен, что республика Хакаси на сегодняшний день кормит 2-3 регионы. Это смело. Вместе с тем полпреду поступила просьба помочь на два ближайших года увеличить федеральную поддержку республики, так как нехватка финансовых ресурсов сдерживает реализацию многих проектов. Виктор Толоконский поддержал и эту, и ряд других инициатив, в частности, по развитию Абаканского аэропорта. Произвел впечатление на полпреда новый спорткомплекс Виктор Толоконский назвал его объектом мирового уровня и оценил как уникальную ситуацию, что все это организует и финансирует муниципальный бюджет небольшого города, в то время как даже в крупных городах такие проекты реализуются при федеральном софинансировании. А медицину на этой неделе инспектировала зам федерального министра здравоохранения Татьяна Яковлева. Она курирует регионы. Первым пунктом посещения стала республиканская больница. О положении дел в медицине Хакасии замминистра сказала буквально так. Республика еще не находится на том уровне, на котором хотелось бы. Конец цитаты. Основные показатели, по которым оценивается качество работы, это уровень смертности от различных заболеваний и продолжительность жизни. В Хакасии высокие цифры по онкологии и младенческой смертности новорожденных до одного года. Представляете, у вас почти 10 детей гибнет, да, на тысячу? Это много. Вот поэтому вот здесь, в Хакасии, еще стоит очень-очень много поработать. Именно поэтому в Хакасии будут строить перинатальный центр. Хорошую оценку замминистра дала оснащенности современным оборудованием республиканской больницы. Оценила небольшую по сравнению со среднероссийскими показателями смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Отметила высокий уровень зарплаты врачей в целом по региону, сказав, что примерно как в Москве. Однако серьезный кадровый дефицит, и над этим надо работать. И подтягивать показатели по диспансеризации. А знаете, почему спросил? Не для вас. Я знаю, что вы есть не причем. А для вашего министра спросил. У которого диспансеризация не на 100%. А это вы правы. Работа первичного звена. Татьяна Владимировна, а у нас еще там есть правосмотры. Мы бы практически под 100%. Визит Татьяны Яковлевой сопровождался слухами о том, что ее командировка может вызвать кадровые решения в Министерстве здравоохранения Хакасии. Гостья из Москвы опровергла эту информацию. Разборки обязательно будут. Я уже сказала, по младенческой смертности. Как бы ни говорили. А это оргвопросы. И их надо решать. Но чтобы какие-то увольнения были тогда... Нет, пока... Это программа Вести, Хакасия, события недели. И мы продолжаем. Каким разочарованием и ни в какой совет по правам человека на несправедливость не пожалуешься завершилось выступление российской сборной на домашней Олимпиаде в Сочи. Публичные люди, хоккейные специалисты крушения главной олимпийской надежды без преувеличения всей страны комментируют сдержанно. Болельщики по-разному. У себя дома и проиграет. Ненормально это? Нет единого духа. Я считаю, молодцы. Они хорошо сыграли. Хотя и проиграли. Безобразно. И все же Олимпиада – это большая и светлая история. С грустью осознаешь, что главные игры четырехлетия завершаются. Сегодня финиширует 22-я зимняя Олимпиада в Сочи. Осталось разыграть три комплекта наград в трех видах спорта. Бобслей, лыжные гонки у мужчин на 50 километров. Ну и на десерт – хоккейный финал. После чего церемония закрытия. На этой Олимпиаде побывала моя коллега Анна Ахпашева. Остаться там до завершения игр ей не позволил скоротечный отпуск, но и одна неделя, проведенная в Сочи, была полна незабываемых впечатлений. Ими она и поделилась с нами, как только приехала в Абакан, зайдя в нашу студию не как ведущая новостей, а в качестве гостя. Аня, поздравляю тебя с поездкой на Олимпиаду. Для многих это по-прежнему остается только мечтой. Поздравляю с возвращением на родную землю и с выходом на работу. Поездка на Олимпиаду в Сочи – это дорогое удовольствие на семейном бюджете. Как сказывается, и подъемная ли сумма для среднестатистических россиян? Да. Ну, начнем с того, что это действительно очень похоже на мечту. Даже сейчас, оглядываясь назад, кажется, что это вообще какой-то был сон, мы выезжали вдвоем с мужем. Мы действительно среднестатистическая, к тому же многодетная семья, и для нашего бюджета, ну, это было достаточно накладно, но мы целенаправленно к этому шли. Сразу хочется развеять миф о том, что это было неподъемно, непосильно. Мы даже одно время, у меня просто панику вызывали материалы, которые выходили и у наших коллег, местных СМИ, которые анализировали цены на билеты, там, Абакан, Москва, Сочи, какие-то запредельные суммы, я могу их озвучить. Билет Абакан, Москва, Сочи, транзитный рейс, естественно. Туда мы улетели, было 7 с копейками, около 8 тысяч, обратно мы взяли билеты за 9 тысяч. Ну, то есть, это цена за один билет. Ну, а что касается билетов непосредственно на соревнования, тоже позаботившись заранее, можно было действительно поймать билеты на сайте официальном. По сравнительно сходной цене, то есть, у нас были билеты от 500 рублей до 4 тысяч, самые дорогие. Это общий бюджет поездки, включая и билеты, стоимость перелетов и посещение мероприятий, питание какое-то. Грубо говоря, меньше 100 тысяч. Тебе удалось стать свидетельницей победных выступлений наших фигуристов в командном зачете, в том числе и Евгения Плющенко. Как встречали спортсменов и насколько это было запоминающимся, что ли? Непередаваемое впечатление, когда прозвучало, что на льду представитель России, весь стадион, он 12 тысяч вмещает, просто он взорвался аплодисментами. И вот очень трогательно было, когда стадион скандировал «Женя, Женя». И вот у нас есть возможность, любительское видео, понятно, но все-таки эмоции. Это все так? Это все, это еще скромно. И вот он, конечно. Это лучшие моменты уже его выступления. Но любовь просто всеобъемлющая, потому что настолько вот понимаешь, зная его историю, с какой он травмой, превозмогая боль, что в него никто не верил. Я не знаю, это очень сильное впечатление производит. И свидетелями удалось стать в женском хоккее, правда, женщины играли, но все равно это первый раз на Олимпиаде было, по-моему, в предыдущих Олимпиадах женский хоккей не значился. Играла Россия и Япония, матч выдался напряженный, и главное, Россия победила. То есть вот это счастье мы опять же ощутили. Давайте посмотрим. А японки атакуют поди, да? Да, да, да. И все мы ждали. Все, победа. И сейчас будет вид стадиона самого. То есть это вот, ну это такой восторг, это эмоции. Вот ради этого мы ехали. Единство, радость, гордость за страну. Вот если говорить об Олимпиаде, я имею в виду не спортивные результаты, а околоспортивные события, то, что построены там ультрасовременные дворцы и так далее. Вот если говорить без прикрас, ну без этого напускного восторга, который очень часто присутствует в репортажах, вот все ли так действительно в радужных тонах, как вот это вот преподносят, или невозможно без восторга говорить? Некоторые европейские каналы начинали свои выпуски в день открытия Олимпийских игр 7-го числа. Выпуски с того, что в Олимпийской деревне в комнате у журналистов не работает, извиняюсь, слив в туалете и не подключен интернет. В день открытия Олимпийских игр мировое событие, которого ждут 4 года. То есть это такая крайность. Естественно, когда мы приехали 6-го числа в Олимпийский парк, мы тоже столкнулись с тем, что первый час, допустим, не работала система пропускная билета. То есть мы приехали четко, в 12 часов открывался парк, мы были даже немного раньше, потому что мы очень хотели это увидеть и побыть рядом. Не работал, ну подождали мы час, но эмоций от этого меньше не стало. Мы ехали туда за эмоциями. Поражает масштаб, поражает действительно мощь. И, наверное, то, чего хотели добиться, это поразить наш русский размах. Это удалось. Может удалось там слышать, что иностранцы говорят, ну, какие-нибудь из каких-нибудь состоятельных стран. Очень запомнилась реакция канадских болельщиков. С ними мы только летели из Москвы в Сочи. Мы еще сами ничего не видели. Мы подлетали к Сочи, к аэропорту, уже темнело. И в ночи мы пролетали над Олимпийским парком. И все эти объекты подсвечивались. То есть была такая иллюминация, все это переливалось. И женщины, я думаю, которые не единожды бывали на Олимпиадах, которые видели много, они действительно у них только вау, вау, супер. То есть канадские женщины, да, которые есть с чем сравнивать. Вот церемония награждения – это отдельное действие. Она даже проходит на следующий день в специально отведенном, в специально организованном месте. Мы попали на одну из таких церемоний, самую первую, самую долгожданную, в том плане, что это была первая золотая медаль России. Здесь было несколько тысяч, однозначно, потому что люди специально шли. Все поют, все поют. Вот теперь уже нет мысли поехать на следующую зимнюю Олимпиаду в каком-то корейском городе, оно будет видно корейскому. Я не помню, честно, как его название. Начинаем сомневаться, вернее задумываться о том, что, возможно, пхенчан в 2018 году стоит, естественно, приложить гораздо больше усилий. Но на самой Олимпиаде в Сочи, в Олимпийском парке, был представлен их дом, который рассказывал о предстоящей Олимпиаде. У них уже все готово. Я очень хотелось бы побывать, сравнить и побывать в качестве иностранного болельщика. Что касается России, то теперь уже, наверное, надо думать о следующем крупном событии в мире спорта. Это, наверное, чемпионат мира по футболу в 2018 году. Не знаю, будете поедеть туда или нет. Олимпиада была 22-й, чемпионат мира будет 21-й. И как и зимние олимпийские игры чемпионат по футболу Россия примет впервые. Другое дело, что определиться, в какой город поехать. Их 11 городов будет принимать. Самый ближний к нам – это Екатеринбург. Но, кстати, в Сочи тоже и матчи пройдут, и есть повод поехать. Тем более, что это даже летом будет. А я скажу, что мы однозначно 100% поедем на универсиаду в Красноярск в 2019 году. И вполне возможно даже в качестве волонтеров. Потому что очень понравилась атмосфера их общения и то, что они делали. Более там молодые люди. Аня, еще раз мои поздравления с поездкой, которая добавила массу новых положительных эмоций. И если все благополучно, то увидимся, может быть, здесь же, ну, сначала в 2018 году поговорим о футболе, а потом в 2019 году об универсиаде. Вмечательно, спасибо. Это было интервью с Анной Ахпашевой. Она вернулась из Олимпийского Сочи и поделилась впечатлениями об увиденном там и услышанном. Гост телерадиокомпании «Хакасия» 55 лет. В юбилейный для нас год мы не раз встретимся с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению. Вспомним тех, кто стоял у истоков создания ГТРК в «Хакасии». И, конечно же, познакомимся с теми, кто вошел в историю, точнее попал в кадр. Уникальный архив, накопившийся за десятилетия работы. Это наша с вами память. Вместе с ГТРК выросли целые поколения. И сегодня у нас и у вас, телезрители, есть возможность вернуться в прошлое. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из кинохроники. На этих кадрах первый рейс самолета Ту-154 в Абакан. Значимое событие. Экипажу под аккомпанемент духового оркестра вручают цветы, жмут руки руководители области Крылов, Вяткин, Торосов. Мы рассчитываем найти тех, кто был свидетелем этого события, помнит, а возможно и прилетел на первом рейсе в Абакан. Также, если вы уверены, что когда-то попали в объектив камеры, звоните нам в редакцию. Мы попытаемся найти уникальные кадры для вашего семейного архива. Телефон службы новостей 22-72-82. По этому номеру Вейнрук Юрий Храмов дозвонился к нам в редакцию, когда узнал себя в одном из эпизодов на архивном видео нашей телерадиокомпании. Тогда телевизионщики снимали «Зарницу», рассказал он, встретившись с Анной Ахпашевой. Сегодня у нас в гостях Юрий Евгеньевич Храмов, майор в отставке. Он обратился к нам в редакцию, так как узнал себя на кадрах видеоархива. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что позвонили нам. Расскажите, пожалуйста, мы знаем, что не только вы узнали себя на архивных кадрах. Кто еще вам позвонил? Ну, мне позвонил мой зять, моя дочь позвонила. Ну, вот, поздравили, говорит, дед, я показываю по телевизору. А вы сами себя сразу узнали? Я сразу себя узнал, только увидел, узнал себя, а потом они мне позвонили. А через день я позвонил вам в студию. Это были кадры 89-го года, всеми любимая всесоюзная игра «Зарница». Правильно? Да, была «Зарница». Давайте посмотрим эти кадры. Вы? Да. Сейчас будете еще, да. И вот я, майор запаса, храмов Юрий Евгеньевич. Да. С детьми с этими встречаетесь иногда, пересекаетесь, с кем-нибудь поддерживаете? Да, сейчас уже нет. Я ушел со школы в 99-м году. А это они дошли примерно до 9-го класса. Подскажите, вот когда вы себя увидели 25-летней давности, таким молодым, полным сил, какие у вас были эмоции? Ну, приятно было увидеться, что тебя показывают, что тебя не забыли в Абакане. Хотя все время, всю жизнь прожил я в Хакасии. Ну, не всю жизнь. С 65-го года я был везде по России ездил. Только приехал в 81-м году. И с 81-м по 88-м я служил здесь. И потом ушел на пенсию. Вот сегодня к нам в редакцию звонят очень многие люди, которые надеются, так же, как и вы, увидеть себя. Ведь тогда не было домашних видеокамер, да? И наш архив, он действительно уникальный. То есть люди могут сохраниться только в нашем архиве. По идее, да. Изображение. И вот как вы считаете, их мотивация какая, когда вот они хотят, чтобы мы нашли их? Ну, приятно это, представьте, вспомните. Как бы не было, это все-таки было 46 лет, сейчас мне 71 год, а 25 лет, там, ну, зац. И, видите, я более молодым, чем сейчас нахожусь. Ну, что ж, эти кадры теперь станут вашим семейным архивом. Спасибо. Еще раз спасибо вам, что пришли и позвонили к нам. Спасибо. Защитник Отечества. Звучит почетно. Сегодня день именно таких людей. Точка отсчета даты стал день основания Красной Армии в 1918 году. Правда, основана она была в январе, а на 23 февраля праздник пришелся, поскольку его инициаторы опоздали с письмом в высший законодательный орган страны. Но так может быть даже и лучше. Почти сто лет прошло, страна уже не та, а праздник остался. Нужна такая профессия родину защищать. Это была программа Вести и Хакасия. События недели. Всего доброго.